Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Ума, 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 ума. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Кухня для друзей. Место, где мы встречаемся с нашими гостями для того, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое и интересненькое. Сегодня мы будем готовить салат с изюминкой, но без изюма. И гусиные лапки. Это печенье. Ну а в гостях у нас сегодня председатель комитета Государственной Думы по делам детей, женщин и семьи Ольга Епифанова. Дорогие друзья, всем еще раз добрый день. Кухня для друзей в эфире. И сегодня, как я говорил, у нас в гостях Ольга Епифанова и ее мама, Катина Ивановна. Катина Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Приятно, что вы нашли в своем рабочем графике. И вы тоже, Катина Ивановна. Время прийти к нам в программу и поделиться с нами вашим семейным музеем. Дорогие друзья, мы сегодня будем готовить два блюда. Первый – это салат с изюмом, но без изюма, то есть с изюминкой. Да. А второй – это печенье «Гусиные лапки». И, между прочим, что самое интересное, мы до программы, почти не до программы, мы смогли познакомиться вот с такой совершенно замечательной тетрадью. Правильно сказать, да? Вот перед тем, как мы начнем сегодня беседу, если тут у нас есть о чем сегодня с Ольгой и с Катиной Ивановной, я хотел показать вот эту тетрадь. Это тетрадь с рецептами семьи. И вот тут как раз где-то посерединке, я думаю, что это страничка 50-я, будем считать, тем более, что у нас сегодня юбилейный 50-я программа, только сейчас у нас Ольгой посчитал. Мы как раз увидим «Гусиные лапки». Написано эдак в каком году-то? Еще мамой, я еще маленькая была. Много лет назад. Много-много-много лет назад. И тут же где-то должен быть еще, наверное, уже вписан тот самый салат, который мы сегодня будем готовить, только он уже со временем. А он в голове, еще его здесь нет. Но он будет вписан. Будет. Да, поэтому, дорогие друзья, вот я считаю, лично я считаю, что подобные тетради должны быть в каждой семье. Вот эти вот поваренные тетради семьи, где рецепт, испоколение... Ее начала делать мама. Когда я вышла замуж, я ее забрала и стала дописать. А потом она перейдет, наверное, дальше, да? Да, дочке. Ну, «Гусиные лапки» на память знаете или все-таки будем открывать? Все знаем. Все знаем. Начнем с них? Да, начнем с них. Что нам нужно для того, чтобы приготовить? Ну, у нас будет своя задача. Вы будете для салата резать... Орехи. Орехи. Дорогие друзья, мы, знаете, орехи, что-то с ними не делали. Попробуйте, мы их и мяли, и резали. Ладно, я буду ими заниматься. Надо показать, как. Да, да, я показываю, как вы их решите, да? То есть режете вот так вот. Мельку-мельку. Вот как раз мне на целый час уходит. Да, вы ладони. Вот, попали вы. Чудесно. Непривычно, конечно, когда они свои домашние ножи. Ну, а вы начнете тогда, я тут понимаю, готовить, и мы разговаривать начнем. Да, можно мне вилочку? Ольга, и давайте... Значит, вся ситуация в том, что... Почему выбрали эти два блюда? Потому что они очень простые. Печенье, гусиные лапки мы едим с незапамятных времен в семье. Притом, меня это очень сильно выручало, когда я приехала сюда, в Архангельск. Мы жили в общежитии. И когда муж приходил со своими друзьями с работы, они все были голодные. Если вы помните, в Архангельске был почти блокадный Ленинград по пище. Это какой был? Это 89-90, ну, начать 89-го. Да, то меня как раз это печенье очень сильно спасало. Значит, мы размяли маргарин. Сейчас маргарином мешаем творог. 500 грамм творога, 400 грамм маргарина. Это 32 гусиные лапки. Ну, мы хотели сделать поменьше, но потом решили, что их не хватит, если мы их сделаем поменьше. Угощать надо было у всех. Ума моя, ума моя. Часто сроки подготовить сейчас? Часто. Ну, когда я в Москве, к сожалению, я не успеваю особо готовить. Все время я вообще пить. Ну, вот сейчас вот это новое должность. Серьезное должность. Это не только новое. Она занимает много времени. Сил. Цена встречи. Ну, да. Комитет в Государственной Думе. Но все-таки комитет занимается семьей. И я должен задать этот вопрос. Я должен его задать. Задать. Вот образ семьи будущего России какой? В сравнении Ольги Епифановой. Не меньше трех детей. Не меньше трех детей. Может быть, четыре. А больше нельзя? Знаете, у меня есть в Архангельской области одно любимое место. Это семья Бронских в селе Золотилово-Шенковского района. Это трехпоколенная семья, которая живет в деревянном доме. В родовом доме, где есть зимний дом, где есть летний дом. Там все это объединено, сокрытое. У них есть коровы, у них есть лошади. То есть это вот, знаете, когда туда приезжаешь, где-то внутри гены, они ностальгируют очень серьезно. И все три ребенка, которые уже выросли, у которых уже свои дети. И в этом доме очень уютно. То есть даже когда я приехала первый раз, мне захотелось там сразу у них остаться. Это семья, которая принимает огромное количество гостей. А чем у них живут? Подсобное хозяйство? Подсобное хозяйство, ну, работают, конечно. А хорошо, а городская семья? У городской семьи должна быть либо хорошая квартира с дачей за городом, либо дом за городом. То есть все равно как бы свою счастье должен быть обязательно? Да, обязательно. Без природы детей растить невозможно. У них должна быть свобода, творчество. А в Москве? Вот как быть в Москве так там, в большом городе, в мегаполисе? Москва – это для меня вообще очень большой вопрос. Мне кажется, что это город для работы, но никак не для жизни. Поэтому те москвичи, кто в состоянии, живут за городом. Если мама может позволить себе не работать, у нас и в Европе и в Америке нет декретных. Поэтому сначала семья делает карьеру, а потом кто-то из родителей высаживается дома. Как правило, мама сразу там рожает 3-4 ребенка. И сразу вместе растят. Но они вынуждены это делать. А у нас, поскольку есть декретные, женщина может спокойно с большой разницей в возрасте рожать детей. Суть и этого блюда, и этого блюда в том, что они могут быть абсолютно самодостаточными, если к вам вдруг резко пришли гости. Ну, это самое главное. Фишка на программе, извините, слово «фишка на декретах». Ну, это просто очень быстро готовится. Сейчас ты гостей много ходишь? Или просто уже нет времени? Ой, много. Все деловые встречи, деловые встречи. Ну, ладно, Ольга у вас. А, Магин, ладно, у вас так как гости часто бывают? Ой, я… У нее все время. Я так думаю, кого у моя дочь? Почему она у нас не закрывается дверь в Архангельске? А потом вспомнила, что это все мы такие. У нас с ее детства не закрывались они вообще всю жизнь. Поэтому мы очень любим гостей. Знаем блюда, которые бегом можно сделать для гостей. Свежие, хорошее, хорошее. Валерная, как-то перед программой сейчас, подкинула слово. Вы занимались парашютом спорта? Ой, это я уже… Она чемпионка по парашюту спорта. Это уже сейчас не важно, потому что… Ну, как же неважно. Нас другая. Нас другая. Я же не сказал, дорогие друзья, у нас в гостях чемпионка парашюта по парашютому спорту. Республики Туркмения. Республики Туркмения, между прочим. Поэтому два раза больше аппетитов. Оля, Оля. Наши бусины лапки сегодня готовят перчатки. Это же очень важно. А знаете, почему Республики Туркмения? Все, все, все. Сейчас тема другая. Доги, так стреляйте, давайте. Я вам скажу. Не надо. Мечтала. Мама родилась в далекой станице Краснодарского края. Мечтала быть учителем. Поскольку все тогда мечтали быть учителями, можно было поступить на юриста, на экономиста, на кого угодно. Но невозможно было поступить на учителя, на педагога. Со всеми пятерками. 250 человек на место. И в результате она пошла другим путем. После того, как столкнулась с неудачей, она поступила на педагога в Туркмении. Там она стала чемпионкой парашютного спорта. И ее очень быстро Краснодарский пединститут себе пригласил и сразу забрал. Ну как прекрасно. Вот все, что мы сделали из этого теста, необходимо разделить на 32 части. Подождите, а почему 31 примера? 32. Все, весь рецепт, не надо ничего придумывать, стаси на глаз. Все в цифрах, да. То есть он абсолютно в цифрах. То есть вот такие штучки мы будем, соответственно, сейчас делать. Оля, вот она режет, да, а я это делаю просто. Пополам, 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 пока не 32 станет. Это потому что уже опыт, допустим, небольшой, да? А я люблю делать. Она культурно вот режет все, а я сразу раз, два, вот так и все. Это все бегом можно сделать. Вот, этот шарик всего лишь руками разминается в такую лепешечку. И вот сахар – это начинка. То есть ложка сахара. И дальше, видите, я леплю как вареник. Подождите, да, дальше смотрите. Дальше этот вареник складывается еще в два раза. Видите? Получается вот такой треугольник, в котором я заделываю вот так край максимально, потому что он потом разрезается. Но так, чтобы не разрезать до сахара. Только вот это щечки. Да, чтобы сахар не тронуть. Вот вареник, да? Потом мы заворачиваем вот так. Потом мы его заворачиваем. Да, и только по месту слепления. Хорошо, конечно, у каши было еще. И вот это гусиная лапка. Шесть, девять, десять, одиннадцать. Я помню, что сразу должно быть. Двенадцать. Считай. Вот мама, надо было дорезать. Помнишь, я тебе говорила, надо сразу резать на все тридцать две. Мы просто с ней спорили. Да? Мы последний раз, когда их готовили, но у нас дискуссия обязательно. У вас диалога у вас не спорит. Да, мы... Она говорит, надо руками разрывать. Я говорю, нет, мне легче ножом порезать. Она говорит, ты оторви кусочек сделай. А я говорю, нет, я сразу на тридцать две порежу. Понимаете? В результате я сейчас, видите, отрываю руками. Латина, скажите, пожалуйста, а ваша дочь Ольга, она с какими лет начала вам задавать вопросы? Почему так все с четырех лет или уже там с двух, к примеру? С самого первого, наверное, сказала мама. И сразу вопросы пошла? Сразу все вопросы, все надо было. Даже то, чего я не знала говорить. Да? У всех детей так. А что ее больше в своем интересе? Десять, так, двенадцать. Двенадцать. Чех, мама. Да вот эти цифры и подставня, они несовместимы. Посчитала? Посчитала. У меня такое ощущение, что вы неискально разделите. 15, 16, 17, 18, 18. 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Нормально. Мама. Но вы девяти в месяц? Хватит. Короче, видите, вот что такое либо слов. почему я не согласна была 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 все было в этой ситуации ничего я думала думала потом говорю ладно оля давай не ты не я над нет считала что она права ну часто была права и мне нравится моё что ребенку нужно запрещать вот прям нити на компромисс никому слышно примеру там мама я уже взрослая я пошла гулять с подружками вернусь а сколько в 9 а придет 12 такое было один раз было новый год видите мы же жили немножко в другой системе мы не запрещали ничего вообще мы жили военных частях 5 рядов колючей полки конечно у нас была безопасность конечно у нас даже двухлетний ребенок если уходил на другой конец части все знали что это за ребенок его брали за ручку приводили к родителям вот сейчас при нынешнем условии пожалуйста самое опасное это что интернет или улица интернет интернет что вы ставите пароли на я домашний компьютер я за то чтобы ставили здесь родительские фильтры именно не пароль и потому что ребенок он все равно скроет этот пароль а именно родительские фильтры когда ребенок не мог бы получить но только определенным аккаунтом и сайта потому что это опять есть система ограничений как только закрывается весь компьютер он становится самым главным в жизни поэтому все должно быть уравновешено а вот улица с точки зрения свежего воздуха и движения я сейчас мало это очень плохо ума моя ума моя ума моя ума моя значит возвращаемся к салату мы порезали яблоко зеленое порезали качан почему я говорила что лучше чем разубранные на листья потому что очень легко резать эти парень разрезала так так и просто порезала и вот результате получают вот здесь очень мало ингредиентов теперь мы решим дорблю на вашей доске потому что она вас сухая хорошо я вам показываю дальше решите так смотрите вот примерно меньше сантиметра вот вот ведь он разваливается пусть он разваливается пусть он разваливается вы отрезали потом все вот все по принципу чуть чуть меньше сантиметра видите и я просто про семью хотела сказать важную вещь которую считаю сновоположные вообще изначально дело в том что мои мудрые предки понимали что такое досуг молодежи даже в той станице где росла мама и вот это вот и всегда была открыта хата для того чтобы мама приходила с любыми друзьями весь досуг молодежи очень часто проходить проходил именно в домах в семьях то есть когда собирались посиделки и там уже в леса или еще как-то когда хотя мы жили воинской части я знала что всегда могу прийти с друзьями не предупредив родителей более того даже уставшая мама встанет и пойдет на печь блины с наши двери всегда были открыты сейчас когда приезжает мой сын а двери для него его друзей тоже открыты у нас сам до у нас открыты то есть самое главное чтобы ребенок когда у него будет нормальное общение с родителями восприятие дома когда он будет участников этого дома и к этом живут родители а у него нет про хочет поскорее куда а когда он может прийти не повезло моей семье всегда все было да я вот уверена что мои дети тоже все откроют для своих друзей а как комитет вообще с мужчиной с отцом вы бытует такой мере что если защитишь права отца то отец защитить права семьи смотрите у нас же не женский комитет у нас комитет по семье и мы например сейчас очень активно принимаю участие но сейчас и весной в том чтобы президент указом основал день отца и все мы собирали круглые столы и парламентские слушания как раз наш совет отцов архангельской области очень сильно поучаствовал в том чтобы сделать свои предложения все предложения отправлены вместе со всеми резолюция мы ждем указ президента раньше считалось что 23 число 9 еще приняться а восьмое марта это как мы понимаем что на самом деле у нас как такового мужского дня нет честно так положа руку на сердце а я могу объяснить почему я служила в армии у меня очень часто поздравляют 23 февраля поэтому получается что как бы если женщина служила в армии то как бы 23 для женщин тоже а вот именно образ отца это при нынешней ситуации это очень такой важный образ это образ которого катастрофически не хватает и девочкам и мальчикам и когда у нас стал формироваться в архангельской области совет отцов потому что папы сначала обратили внимание что надо заниматься своими детьми потом сделали автопробег поможем детям по море поехали по детским домам потом я помню это трогательное мероприятие когда пригласили девочку из района устроили день рождения когда и укладывали волосы носили макияж купили красивое платье она из малообеспеченной семьи из нашей области да папа папа девочки у которой нет папы то есть она получила вот такое вот мужское отношение прийти у нас к сожалению страна очень сильно пострадала потому что во всех войнах очень много гибли именно мужчин как свое время сказали мне мои коллеги не сказали оля не может девочка вырастить мальчика но подразумевалось что женщина одна из мальчика мужчины жизни никогда не сделает очень много мам одиночек сейчас увеличивается кстати количество число количество отцов одиночек раньше сейчас здесь вообще мне кажется таким такая длительной программы вот я говорю об этом конечно а мне какие-то вопросы ульга часто вам звонит и просит советовать сейчас ну да бывает бывает не каждый не каждый месяц но бывает что мама я хочу посоветить ума моя ума моя ума моя ума моя вот так дорогие друзья выглядит салат по рецепту ольги и пепановой салат с изюминкой без изюма потрясающе вкусный и я думаю сейчас наши гости обязательно попробуют наши гусиные лапки практически уже испеклись поэтому добро пожаловать к столу ума моя ума моя ума моя ума моя вот смотрите есть пудра как бы с одной стороны правильно но это неправильно сахарная пудра делается путем засыпки простого обычного сахара в кофемолку и просто ее надо довести до пудры пудра это то что может растираться давайте вам если бы не водили ванну то мы вы сейчас между прочим притащили в кофемолку и мало ли бы в общем то то что называется пудрой у нас но на самом деле просто захватила издома почувствовал нутром что тут пудра не будет дорогие друзья еще раз хочу сказать спасибо ольги епифановой председателю комитета государственной думы по вопросам женщин семьи и детей а также ее маме таким ранее что вы поделились своим семейным рецептом печенье и вкусные лапки и современный салат встречайтесь чаще и вкуснее всегда ваша кухня для друзей до новых встреч ума моя 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 мама разбивай я правильно судил так подождите вот что что у вас так что вот это нет просто просто надо сразу делать на раз то есть делать не придирайся у Чехова замечательная фраза который знает все скромность украшает человека я с ним хотя его очень люблю это изумительный маскир коротких рассказов но я не согласна у меня другое Как? Вот украшает человека в определенных случаях. А вообще-то, в других случаях, скромность – это кратчайший путь к неизвестности. А вообще, мам, ощущение, что там что-то принесло. Конечно, я же положила им это со мной. Что там потеряли? Она начала делать, взялась и испортила. Ладно. Вы же болтаете. У нас был коммунизм, но никто не заметил. И с парашютом ни разу… Нет, да вы что, у меня все хорошо с чувством самосохранилия. Не надо. Так, ну что, вы будете первым пробовать делать? Нет, наши гости. Гости, почему аплодисментов нет? Мы практически все готовы, у нас практически все готово, дорогие друзья. А как это не вы? Попробуем? Попробуйте. Вот так. Нет, я вам дам венешку. Нет, нет, надо есть ту, которую… Гостям дадим, глава палочки. Необычный вкус, правда? Да, великолепно, дорогие друзья, да. Это вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова